28 октября 2018 года Благодарю всех своих друзей за помощь моему каналу, за помощь, за неравнодушие, за то, что вы хотите иметь знания и считаете возможным помогать каналу для того, чтобы ваши знания были более полными. Базу ВКС РФ в Сирии разнесла дюжина неопознанных беспилотников. Война перешла совершенно в другой ракурс и уже теперь не танки на полях воюют, как это было во время Великой Отечественной войны, а воюют в небе беспилотники. 13 дронов атаковали военную базу, нашу российскую базу в Сирии в Хмимиме. И вот что говорится в сообщении, что 13 дронов по одновременной команде нанесли мощный удар. Вы представляете, мощный удар нанесли. В Сирии дроны атаковали российскую авиационную базу. Так это же можно и всю базу разбомбить. Но почему мы не готовы к этому? Потому что у нас деньги все идут только в один карман. А на оснащение армии не хватает. А оснащение той самой армии, которая воюет за деньги, осуществляется за счет Министерства обороны. Но однако же там министр обороны Шойгу и повар Путина Пригожин, которые в это время в Сирии зарабатывают деньги, они поссорились между собой. А так как они поссорились, то таким образом министр обороны перестал оснащать нашими с вами деньгами, народными деньгами. Перестал оснащать техникой повара Пригожина. А вы думали, он за свои деньги будет покупать дорогостоящую технику? Нет, конечно. Именно по этой причине наших бойцов в Сирии утюжат и бомбят. А у нас нет техники для ответа. Потому что Шойгу забрал свою технику, а Пригожин остался без техники. Он не хочет платить за дорогую технику. Он просто ни за что не хочет платить. Он хочет только брать. А таким образом бойцы-то у нас остаются неприкрытые. И вот авиационная база. Авиационная база у нас, которая была атакована 13 дронами. В Сирии дроны атаковали российскую авиационную базу. В Кремле уже переложили ответственность за инцидент на США. У нас все время перекладывают на кого-то. Только не они виноваты. Якобы управление операцией происходило именно с американского разведывательного самолета. Как заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, 13 дронов одновременно руководствовались общей командой. А в это время американский самолет двигался над Средиземным морем 8 часов подряд. Ну и что? Это ведь война. Или что они там? Просто играют в поддавки? Нет, конечно. Каждый борется за свой кусок. За свой кусок бабла, денег, нефти. Но уж, конечно, не за жизни человеческие и никаких идеологических подоплев там тоже нет. После того, как беспилотники вошли в зону радиоэлектронного подавления с базы Хмимим, сразу перешли на ручное управление. То есть им-то все равно. Они взяли и перешли сразу на ручное управление. Было электронное, теперь ручное. Ручное управление осуществляет не крестьянин какой-нибудь, а нормальный, оснащенный современной техникой Посейдон 8. Он взял на себя ручное управление, утверждает генерал-полковник Александр Фомин. Ему же нужно как-то оправдаться за такие вот проколы. Как известно, коалиция под руководством США 21 октября заявила, что атаковала мечеть, которую исламское государство использовало как базу и уничтожило террористов в Восточной Сирии. Что делают там наши, мы тоже не знаем. Вот воюют, гибнут ваши парни, ваши мужья гибнут. Где в Сирии? За что? За чьи интересы? Да просто, чтобы бабла в карман засунул себе повар Пригожина, министр обороны, ну и все остальные, кто стоят над ним и под ними стоят, они, конечно, тоже себе этих денег засовывают, рассовывают по карманам. А что делают там ваши дети? За какие-нибудь лишние 10 тысяч долларов воюют, а когда их пригонят, потом вернут обратно? И хорошо, что если не калеками, то они пойдут воевать против, против своих, против своего народа. Но это служба на тех самых людей, которые сегодня пытаются навязать нам свою жизнь, поганую жизнь в концлагере. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сиитбурхан 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 Сиитбурхан